привет мои дорогие доброе утро у нас смотрите и ней снег наконец-то я думаю поедем в горы не знаю когда амели сейчас три года и два месяца а здесь представляете деток уже вот с трех лет нужно ставить на лыжи я боюсь ужасно потому что я сама тут еще трус в плане высоты и скорости я до паники боюсь выше меня пытались ставить наверное пять раз у меня было три или четыре разных инструктора за последние годы здесь разными подходами и все это заканчивалось плачевно что где-то на склоне горы я сижу рыдаю и прошу заберите меня отсюда и может приходит меня спасать в общем я поняла что это не мое я не могу себя переселить у меня просто паническая паническая абсолютно атака что я не могу остановиться я подумала что лучше уж у меня ребенок поедет с папой не будет видеть моего страха чтобы и этот страх не передавался то что я хочу чтобы она в этом плане была более свободная тем более в швейцарии детки которые рождены растут они должны кататься на лыжах это практически национальный вид спорта без этого никуда вот поэтому я думаю в этом году или подождать уже до следующего года чтобы я уже поспокойнее была она у меня то тоже особо не экстремалка не любительница быстрого что-то там побегать или попрыгать или куда-то залазить но над значит надо это мне набеяли разговоры вообще иду на маникюр и разговоры о лыжах у меня спонтанно получились потому что я тут снег увидела вот я ж теперь хожу каждый месяц на маникюр прям как прям как в россии когда-то потому что как вы знаете или не знаете но здесь много лет я не ходила на маникюры ничем не занималась с собой потому что как только переехала я сюда пошла и мне настолько испортили ногти пошла на депиляцию и мне настолько вырвали все что у меня в кожу и что у меня кожа знаете так а обну короче вся сожжена была, потом докорочек, все, короче, это ужас, здесь ужасно, ужасно, ужасно все, что в платье, в плане бьюти-сервиса, но этим летом я нашла мой любимый сейчас салончик, где моя любимая Марина, хозяйка, и она из Украины, и у нее девчонки тоже еще, Настюшка, которая тоже из Украины сейчас приехала, и они умнички, и я их обожаю, вот поэтому идем делать ногти, видите, кстати, у меня ногти теперь длинные, мне нравится, раз в месяц хожу, делаю, кстати, они такие, ну и сейчас они отросли, но я эти полгода хожу, до сих пор не решилась на яркие ногти, у меня что-то такое все вежевое, белое, пастельное, розовое, а сейчас думаю, нужно бомбануть красный, как раз февраль, день святого Валентина, день рождения у мужа, и вообще, так что, пойдем выбирать, нет никаких молочных, я хочу красный, теперь сейчас выберу, снимает красный, а, потому что на Рождество и Новый Год и всех был, а я такая, нет, сейчас же день святого Валентина, супер-супер-супер необычно, такие яркие, странно, но захотелось, ну и потому что они получаются такого яркого цвета, то мы убрали джину, хотела ввести новую рубрику, это обеды в детском саду, посмотрим, что сегодня детки кушали на этой неделе, так, тарталони, рикотта, спиначи, лимоны, верберинов, это, короче, паста с шпинарком, сливодом, и с овощами, и фрукты, потом котлетки, куриные, с картошкой, и проколи, раз, два, три, потом салат зеленый с кукурузой, и паста с помидорами, потом, сейчас даешь секундочку, салат со свеклой, и ньокки, и боленьезы, и йогурт, потом камбургер сегодня у вас был, пупси, с картошкой, и салатом, и с кукурузой, и с кукурузой, и с кукурузой. Маме, я буду гладаром. Твой гладаром. Ты хочешь посмотреть, давай. Это что вы, чем вас кормят, Заюш, я тут смотрю. Это покушать. Это покушать, что вы сегодня кушали? Менка для банана. Банан был? Угу. Угу. А что еще было в гамбурге? Давай, давай, иди сюда. Давай, иди сюда, раз, два, три. Давай, собираемся. Немножко непривычно с красными ногтями, но я просто все делала все эти полгода, только какой-то нют, какой-то бежевый, какой-то розовый. Мама, мать, 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 что не получается? Посмотри картинку. Я сейчас еще хочу у нас у свекрови день рождения. У нас у свекрови завтра день рождения. Может, подарок основной там была плита, ей уже сделали, и Амели даже сделала маленькую открыточку, но я хочу еще красивую новую открытку сделать. Вот, сейчас сниму этот процесс, и чтобы Амели, то, что, мне кажется, это самый лучший подарок. Так, Амели, выбираем цвет. Какой бабе цвет будем делать открыточку? Какой бабе больше всего понравится? Выбирай. Баб. Давай на зеленом фоне, может быть, сделаем красные цветочки? Не, бабочки. Бабочки. Бабочки на травке у нас будут? Нет. Выбираем фон для бабочек. Какой? Где роза? Хорошо. Берем этот цвет, и это будет у нас открытка. И сейчас будем с тобой вырезать бабочки. Как вам включусь, когда объясню дочке, как вырезать бабочек? Ребенок не очень впечатлен моими навыками. Она предпочитает наблюдать. Клей лепесточки теперь. Один. Давай. Хорошо. Теперь клей еще чуть-чуть только. Смотри. Сюда чуть-чуть клея. И давай лепесточек. Только чуть-чуть. Все. Еще лепесточек. сходи. Угу. 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 И trees стоят. Они вот здесь. Выходят, кючок. все получилось и получился цветочек пинка у нас уже была пинг ты будешь сама вырезать нарисовать пальчики аккуратно это бабочка у нас получились две бабочки маленькая и большая раз и два молодец бабка все для бабы все для бабы и слушайте сейчас когда на днем не спит это просто вообще сейчас когда не спит днем то смотри сейчас орса заберет твоего помыла зимой когда вот были сейчас новогодние праздники и она с мужем ходила постоянно в бассейн то она так уставала что она раньше ложилась в общем у нее теперь такой режим то что она не спит днем в садик она просыпается я ее отвожу попозже то есть к 9 часов я ее отвожу в садик ну я разговаривала сейчас давай ну-ка давай обведи обведешь мне акулу обведешь маме акулу в общем и теперь она ложится спать 8 часов то есть у нас прям такой режим в 6 часов она ужинает мы один час в день смотрим мультики в основном это после ужина сразу то есть до 7.30 она смотрит мультики потом мы принимаем ванну и сразу же спать и все 8 часов она спит и у меня просто так я вам потом расскажу и это кузовый это чипсы а нет это картошка фри ну-ка ты молодец айка давай большую буковку т попробуем нарисовать ты маленькая т это буковка т большая давай ее попробуем нарисовать лучше написать у тебя так с хорошо получилось ты такая молодец а можно еще одну вот эту вот сделать я тебе сейчас покажу какая буква фиш вот эта вот буква фиш видишь липко ты год и смачал это на ипад и эту рыбку я тебе И как ее звали, помнишь эту рыбку? Как звали эту рыбку? Золотая рыбка? Да. Голдфиш. Вот, в общем, так мы занимаемся. Такие прописи можете найти везде. Амелия нашла рыбку? А, ну это нельзя за ее штереть. И дальше. Молодец. Умничка, давай дальше. Аккуратно, милые ручки. Угу. Дальше. Угу. Аккуратно. Это кому? Да, бабы. Давай, клей сюда будем. Готовлю легкий макияж. Потому что времени не будет. И решила пораньше сделать. И осталось реснички. Что-то мне в последнее время нравится, когда стрелки такие длинные. Их еще растушевать. В общем, сегодня день рождения всех крови. И у меня был план банан. Как сделать так, чтобы у нас мы на ужин идем в ресторанчик. И Амелия спит у нас уже 8 часов. Потому что она днем не спит. И мне нужно было что-то сделать, чтобы она продержалась весь вечер. В итоге я ее умотала утром. Мы с ней играли все утро. И сейчас на прогулку вышли. Я ее закутала тепленько. И она у меня в коляске заснула под шум. Вот такой брусчатки. Вот. Сейчас часик буду гулять. И надеюсь, что она поспит. И даст нам поужинать подольше. Потому что 8 часов, конечно, рановато. Сейчас пойдем посмотрим цветочки какие-нибудь красивые. Какие свекрови. Что-нибудь выберем. Вообще муж должен был их взять. Там, короче, такой стелл с игрушками, с хорошими. И я давно хотела на Литв пить железную дорогу. И там написано половина цены. А на упаковке не указано, что половина цены. Просто такой один большой значок. И сирия. Одна вторая, написано. Я подошла к женщине, которая работает. Я говорю, простите, а это значит, что половина цены на все товары здесь? А она такая, да. И она такая, слушай, подожди, до понедельника будет одна четвертая. Я ее уж не помню, когда в последний раз гуляла, чтобы у меня ребенок в коляске не пал. Аж необычно. Кстати, запишу видео насчет второго ребенка. Что я думаю, планы, не планы. Наверное, в следующий раз. План банан сработал. Не работает. Мы едем к 5.30 на аперитива, а потом в 7.30 на ужин. Я снимать не буду, потому что там и друзья в свекрови будут. И я знаю, что они хотят посетить, чтобы все были в такой компании. Поэтому я ей обязательно передам. Она знает, что я стала продолжать снимать еще опять видео. И я ей очень часто передаю, когда мне пишут, что у нее какие-то ей комплименты. И ей приятно услышать. И когда мне пишут, что какая у меня замечательная свекровь, и какая она молодец. Вот, поэтому поздравления от вас тоже передам. Обязательно. Но здесь не жарко. Сейчас еще немножко покажу вам видов наших с вами любимых. Давно не показывала. И все, будем прощаться. И да, слушайте, когда я напоминаю, то это действительно работает. Поэтому, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал. Для меня это очень важно. Это дает мне такую мотивацию, потому что хочется, конечно же, чтобы канал рос. И если я сделаю видео не на материальной, да, какой-то основе, то хотя бы, чтобы у меня был запал, и хотелось бы снимать хотя бы для развития канала. Вот, хотелось бы, чтобы канал все-таки рос, чтобы я видела, что мой труд, он не напрасный. Монтировать, снимать видео. Ну, конечно, хочется в любой работе, хочется видеть результат. И хочется видеть, что ты растешь. На Ютубе ты растешь, когда у тебя растет число подписчиков и просмотров. Вот, в плане, что твой контент растет. Качество у меня подписчиков, как мне кажется, самое лучшее. Для меня, я считаю, что у меня просто самые, вот большинство моих подписчиков, которые самые настоящие, это настолько добрые люди, это настолько позитивные люди. Мне кажется, я ни у одного канала не видела в комментариях, чтобы столько таких вот именно хороших людей было, писало что-то. Все какие-то, знаете, такие. Что-нибудь нужно поделить, какой-нибудь написать. А у меня просто 99% моей солнышки. Так, ладно. Ой. Сейчас камили закутываю посильнее. Мы пришли. Это моя любимая часть нашего города. Променад. Обожаю смотреть на эти лодки. Мы с вами пойдем гулять вот так вот, вот так вот. Вот так прогуляем, потом обратно пойдем. Здесь такое спокойствие прям всегда. И очень красиво. Вот такие лодки, вода и горы, мне кажется, невероятно красиво. Городок разрастается. Я也是. Субтитры сделал DimaTorzok День развлечений продолжается Мы построили Самили-туннель И сейчас машинки у нас проезжают В этом туннеле Вот Давай, готова? Проехала? Ты такая красивая Моя солнышко Тебе так идет платьишко, зайка И у мамы платьишко И у мамы платьишко И мама красивая Ты мой солнышко Мама и телефончик Мы две принцессы У меня телефончик У меня телефончик Так, ну все Ребенок сказал не снимать Значит снимать не будем Как вы видите, я делаю то же платье Которое собиралась И которое я пробовала на друзьях Ты чего мне выключила? Ну все, скажи, пока-пока Пока-пока Увидимся с вами, ребят Ой, не могу Амелия меня собирает Сказала, что это платье лучше Мы переоделись Теперь говорит Мама, нужно губы накрасить Расчесать еще нужно Что еще маме нужно сделать? Губы Губы накрасить? Ты мне накрасишь губы? Вот здесь Давай, что там у нас? Сделала макияж Сделала макияж Сделала макияж Три часа назад Получилось? Спасибо, солнышко А теперь? А теперь что? Ты думаешь, мама еще не накрасилась? Не думаю Не думаешь Духи 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 Так, ну что? Все, ты готова? Пошли? Да Если честно Это вообще, блин, ребят Так, так вот у меня платье Слишком открытый Нужно будет Одевать Ты довольна, зайка? Едем к бабе? Угу Угу Угу